Девушки отдыхают Мы очень тщательно подходили к выбору, очень жесткие критерии отбора для Донов, то есть Настин папа, он практически здоровый человек Под грант голов стал известен календарь игр хоккейного сезона для Алтая Чемпионат российской хоккейной дивизионы «Восток» в городе Барнауле будет А что, могло не быть? Могло не быть Добрый вечер в студии Антон Киселенко и в начале, как всегда, о главном Ко дню рождения краевой столицы, сегодня в Барнауле открылась обновленная экспозиция городской доски почета А МУП «Горэлектротранс» презентовал губернатору края и главе администрации Барнаула три трамвая Два новых и один капитально отремонтированный Обо всем по порядку в нашем традиционном обзоре Такое событие в городской администрации проходит всего раз в году И его главными участниками, как правило, становятся 34 барнаульца и 16 коллективов Те, кого по праву называют гордостью и славой Барнаула Всего 7 лет назад впервые была открыта городская доска почета Слава и гордость Барнаула На которую были занесены первые труженики Жители города Барнаула, первые коллективы Но эта традиция сегодня у нас стала уже постоянной Более 200 барнаульцев и порядка 100 коллективов уже побывали на городской доске почета Они являются представителями разных возрастов и профессий Но всех объединяет одно Стремление сделать наш город лучше и краше Учитель информатики 124-го лицея Алексей Лисин Всего каких-то три года назад закончил вуз Но сегодня его фото тоже красуется на доске почета В этом году Алексей стал победителем краевого конкурса «Учитель года» Говорит, рад награждению А пожелал бы себе в такой день умных учеников, а еще достойной зарплаты Стараемся бороться, стараемся брать нагрузку больше Стараемся как-то выходить из положения Но зарплата это, конечно, не все Есть и какие-то личностные ценности Они, наверное, и держат большинство учителей А теперь к другим темам Сегодня подвижной состав электрического транспорта Барнаула Заметно подрос на три машины Два белорусских трамвая были приобретены на совместные средства Федерации, края и города Главное их отличие от ныне существующих Низкий пол в центральной части вагона А еще специальная кнопка, при нажатии которой Откидная пароль выдвигается И человек с ограниченными возможностями Или мама с коляской Могут легко пройти в машину Сидячих мест и в том, и в другом 129, стоячих 159 и в том, и в другом Но вот средняя часть, которая низкий пол Позволяет 8 местам мамам с детьми Родителям с детьми и инвалиду размещаться Обкатку трамваи уже прошли Скоро их можно будет увидеть на первом и седьмом маршрутах А сегодня на новой технике Прокатились губернатор края и глава администрации После поездки отметили Плавность разгона и торможения транспортного средства Комфортность, ну и самое главное Экономичность Установленный двигатель позволяет сэкономить До 40% электроэнергии За последние годы До 2013 года Мы 13 модернизированных Траваев и троллейбусов По краевой программе Для города Барнового Передали Это очень, считаю, приличная помощь городу И вот сегодня Три единицы из них Один трамвай Через глубокую модернизацию прошедший И два совершенно новых Это два первых новых трамвая С 91-го года То есть 22 года Город Барнаул не получал Ни одного нового трамвая Ольга Калачева, Андрей Печоркин Информационный канал, город Продолжим Самочувствие отличное, настроение бодрое Сегодня из больницы Выписались отец и дочь Казалось бы, рядовое событие Если бы не одно но 14 августа В Алтайском центре трансплантации органов Была выполнена первая в крае Родственная пересадка почки Отец отдал жизни на важный орган Собственной дочери Мы навестили пациентов И узнали, как они себя чувствуют Еще недавно казалось, что Надежды почти не осталось Анастасия уже больше года Страдала от почечной недостаточности И в последнее время Ее состояние серьезно ухудшилось Врачи предложили выбор Трансплантация почки Но подходящего донора Она могла ждать довольно долго Или гемодиализ Необходимая, но тяжелая процедура Когда я узнала, что такое гемодиализ Я просто была в шоке И в ужасе Что это такое-то Это не жизнь Это когда уже стало Совсем критическое Мое здоровье Отец помог Спасибо ему большое И врачам, конечно, этой больницы Николай Кузнецов признается Что не сомневался ни секунды Особенно, когда стало ясно Что пересадка Вопрос жизни и смерти Врачи говорят Пациентка поступила к ним В таком состоянии Когда еще немного И исход мог бы быть печальным К счастью, отец подошел В качестве донора идеально Мы очень трепетно Относимся к выбору доноров Для трансплантации Потому что первая наша задача Ни в коей мере не навредить донору Чтобы донор с одной оставшейся почкой Прожил долгую счастливую жизнь И остался здоровым человеком Поэтому мы очень тщательно подходили к выбору Очень жесткие критерии отбора для донора То есть Настин папа Он практически здоровый человек И поэтому мы только признали У него возможным изъятие одной почки Настя и ее папа Немного смущались От такого внимания прессы Для них главное Теперь побыстрее вернуться домой К нормальной привычной жизни Тем более Что никаких серьезных ограничений Их не ждет Врачи центра тем временем Обещают, что скоро Станет возможна и трансплантация Других органов В частности печени А это значит, что для многих пациентов Живущих в ожидании чуда Начнется новая жизнь Илья Кочетков Александр Антропов Информационный канал Город Пришло время пятничной рубрики Автоновости Сегодня Галина Юмашева Расскажет о том Какие изменения уже произошли И какие только произойдут На дорогах краевой столицы А также напомнить О главных переменах В кодексе административных правонарушений Садиться за руль с телефоном в руках Будет очень накладно Если раньше Можно было отделаться Предупреждением Или штрафом в 300 рублей То теперь С 1 сентября Разговор по мобильному телефону Без гарнитуры Будет стоить Полторы тысячи рублей И еще несколько основных моментов Которые ударят по карману В случае несоблюдения ПДД Ездить непристегнутым Станет в два раза дороже А перевозить ребенка Без удерживающего устройства В шесть раз Двигаться можно будет быстрее Штрафовать станут тех Кто превысил скорость Минимум на 20 км в час Самое большое наказание Ждет тех Кто летел Больше разрешенного ограничения На 80 и выше км в час Пожалуй наиболее серьезные изменения Касаются Вождения в пьяном виде Если раньше водителю под шофе Грозило лишение прав От полутора до двух лет То сейчас к этому сроку Добавят еще и штраф 30 тысяч рублей То же самое ждет и того Кто отказался От медицинского освидетельствования А если ехал за рулем Нетрезвый человек Да еще и не имеющий Права управлять Кроме денежного оброка Его арестуют На 10-15 суток Это конечно же Сразу не снизит порог Преступности Если можно так сказать Но повлиять Я думаю должно То есть штрафы Увеличения все-таки Бьют по карману Граждан И многие задумаются Но опять же Это грамотный Такой дисциплинированный Водитель Который иногда Может нарушить А те кто безбашенные Они как ездили Так и будут Пить за рулем И ездить лишенные Их только садить в тюрьму От новостей федерального значения К местным В Барнауле на пересечении Улиц Попова и Гущина Все же установили светофор Он должен был здесь появиться Еще в середине июля Однако вместо него Сначала установили камеру Фиксации нарушений А трехцветного регулировщика Только в конце августа Несколько дней он работал В тестовом режиме А накануне вечером Ему разрешили начать Управлять движением Причем камеры На этом перекрестке Не уберут Светофор и камера Они друг от друга Работают независимо Камера видеофиксации Проводит свою работу Фиксируя нарушения Правил дорожного движения В частности Выявление нарушений Связано с превышением скорости А светофор Выполняет свои функции Информация, которую стоит знать Автолюбителям В день рождения Барнаула Перекроют движение На некоторых улицах Краевой столицы Всю субботу Будет закрыт проезд На проспекте Социалистическом От Молодежной до Димитрова И на Исаково Между четной и нечетной Сторонами Островского С 11.30 до 15.00 Перекроют Ленинский От площади Октября До Партизанской С 15.00 до 18.00 Движение пустят Только по четной стороне От Молодежной до Димитрова Также с 3.00 до 10.00 Вечера Будет перекрыта улица Молотобольская От проспекта Ленина До проспекта Социалистического Здесь состоится выставка Тюнингованных машин С участием Чудо-техники Галина Юмашева Павел Лауронин Алексей Фризин Александр Морозов Информационный канал Город А рубрику Под названием Хроники Сегодня мы решили Полностью посвятить Дню рождения Краевой столицы Мы расскажем Где, когда и во сколько Можно будет хорошо Используя отдохнуть 31 августа Начнется праздник В 10 утра На площади Советов Откроется выставка Город мастеров В этом году Площадку разделили На несколько тематических улиц Текстильная Деревянная Керамическая Каменная Кукольная Мастера из каждого района Барнаула Представят свое ремесло В это же время На этой же площади По соседству Разместится выставка Ретро-автомобилей И автотранспорта Здесь можно будет увидеть Легендарный москвич Который занял Третье место В ралли Пекин-Париж И посидеть в гоночных машинках И еще одна выставка Будет работать неподалеку В сквере семьи Что на пересечении Проспекта Социалистического И улицы Молодежной Здесь ромашки Хризантемы Гладиолусы И розы Превратятся в сказочных героев Кстати выставки цветов 31 августа Пройдут во всех районах города С 10 часов На площадке У одного из развлекательных центров Пройдет традиционный праздник сыра Можно будет не только Попробовать этот продукт Но и понаблюдать За созданием Самого большого в мире бутерброда С сыром и медом Говорят Пойдут на рекорд В 11.30 на площади имени Сахарова Торжественное открытие дня города Театрализованное представление Город мечты Город любви Город надежды Своё выступление Гостям и жителям краевой столицы Подарят лучшие творческие Вокальные и хореографические коллективы города Пока одни будут наблюдать за концертом Другие смогут принять участие В спортивных соревнованиях В 12 часов на площади советов От городских стадионов До олимпийских вершин В программе Кёрлинг Велотриал Паркур Стритбол Силовой экстрим А на площади имени Баварина В 6 вечера начнётся авиашоу На протяжении 20 минут Пилоты международного класса Покажут в небе настоящий класс Возвращаемся на площадь Сахарова В 20 часов здесь начнётся Эстрадная программа Город открытых сердец На ретро-вечеринке Для гостей В сопровождении городских коллективов Выступит скрипач-виртуоз Степан Мезенцев Ну а завершатся праздничные мероприятия В 22 часа В каждом районе В честь рождения краевой столицы Прогремят поздравительные салюты Так что выбирайте мероприятие по душе Отличного вам отдыха Елена Кузовкина Информационный канал Город В день города За порядком на улицах Барнаула Будут следить более тысячи сотрудников полиции А накануне 130 из них Приняли участие в гарнизонном разводе Который состоялся на площади Свободы Гарнизонный развод Уже традиционное мероприятие Барнаульской полиции Примерно раз в 3 месяца Правоохранители заступают на дежурство На глазах у горожан Шага Парш! Те, кто заступают на службу по охране общественного порядка Здесь узнают оперативную обстановку в городе А также проходят смотр личного состава Есть ли по себе удостоверение Вся ли одежда по уставу В преддверии дня города Полицейские получили особое задание На поставки маршрута Обращаю ваше внимание на сохранность праздничной атрибутики Ее достаточно много в городе Но и при этом достаточно много наших недобросовестных граждан Которые пытаются это все Оскверлить, испортить Поэтому попрошу обратить на это внимание Кстати, хорошее впечатление от праздника Зависит не только от защитников правопорядка Гражданам тоже стоит соблюдать нормы приличного поведения В частности, не появляться в общественном месте в нетрезвом виде Ведь нарушителей будут выявлять не только полицейские Но и их внештатные сотрудники Которых на гарнизонном разводе Наградили за уже имеющиеся заслуги Помогите найти Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 16-летнего Юрия Конева 28 августа около 11 часов Он ушел из дома в поселке Ганьба И до настоящего времени о нем ничего не известно Приметы на вид 16 лет Рост 156 сантиметров среднего телосложения Волосы русые, короткие Был одет в черные джинсы, такого же цвета кофту С капюшоном и кроссовки на шнурках При себе парень имел паспорт и деньги Около 30 тысяч рублей Откуда у него взялась такая сумма Сейчас выясняет следственный комитет Который проводит доследственную проверку По факту исчезновения подростка Информацию о Юрии Коневе Просят сообщать по телефонам 52 0202 или 02 В музее молодежного театра Сегодня появился новый экспонат А в музее город презентовали новый фотоальбом Об этом и не только Во взоре событий культуры Расскажет Елена Кузовкина В молодежном театре Алтая Уже с уверенностью можно заявлять Будет хороший полноценный музей Памяти художественного руководителя Валерия Золотухина Уже оформили несколько тематических витрин Здесь сценические костюмы В которых играл свои роли Золотухин Его семейные снимки И фотопортреты Сегодня в дар музею передали В прямом смысле рукотворный образ Супруги Ганенко уже давно увлекаются вышивкой Еще при жизни артиста Ими был создан вот этот портрет Который теперь экспонат музея Имени Золотухина У нас следующая задумка уже есть Чей портрет мы будем вышивать Решили остановиться на нем Докимали пока А в театре драмы продолжают работу Над премьерой нового сезона Напомним, это будет музыкальный спектакль «Безымянная звезда» Помимо песен, в постановке много танцев Артисты ежедневно репетируют Под руководством приглашенного хореографа Сергея Грицая Он уже работал с нашими над блудным сыном Что получится на этот раз Увидим в октябре Накануне дня рождения краевой столицы В Барнауле проходит много культурных мероприятий К примеру, сегодня в музее город Презентовали новый фотоальбом Барнаул с высоты птичьего полета На снимках город современный Предстает перед зрителем с крыш, автовышек И даже с вертолета Весенний, летний и ночной Захватывающие виды в подарок ко дню рождения Как сказал глава администрации Игорь Савинцев Это издание своего рода хранитель истории Поскольку город меняется на глазах И очень важно сохранить его в памяти Вот эта продукция Высококачественная продукция Она позволит нам с вами Очередной раз Показать город И жителям И нашим гостям Какой он есть на самом деле И не случайно Мы с вами сегодня Можем гордиться тем Что город Барнаул По оценкам журнала Forbes Попал в двадцатку Самых привлекательных городов Для того, чтобы инвестировать В этот город Напоследок Иллюстраторы из Питера Лору Зомби называют Одним из самых многообещающих Художников России Ее картины уже успели полюбить Многие ценители Авангардного искусства В 2010 году Она начала сотрудничество С одной петербургской музыкальной группой Оформила им обложку диска Создала целую серию работ Посвященных этим исполнителям Сейчас выставки Лоры Зомби Проходят в США Великобритании Канаде И России Елена Кузовкина Информационный канал Город Чтобы посмотреть На этих животных В дикой природе Нужно объехать Весь мир Или прийти на уникальную выставку Парк обезьян И мир попугаев Птиц и животных Со всего света Привезли в Краевую столицу Здесь нет Наверное Только пингвинов С Антарктиды Зато обезьяны И попугаи Не только из Африки Австралии Южной и Северной Америки Но даже редкие представители Стран Азии Яркие перья И забавные мордашки Не оставят равнодушным Никого Выставка насчитывает Более 50 самых редких животных Это попугаи Лемуры Обезьяны Лемурами похвастаться Может не каждая коллекция Даже я могу сказать Не каждый зоопарк Кроме того Коллекция попугаев Представлена такими Редкими экземплярами Как Арамакао Черный пальмовый Кокодун Любимцем нашей съемочной группы Оказался Гомодрил Ростислав Максимович Заботливый и ласковый Стоит отметить Что каждый питомец выставки Обладает неповторимыми Особенностями и характером Торопитесь Выставка продлится Всего месяц С 22 августа По 22 сентября Во дворце Зрелища спорта С 10 до 19 часов Каждую субботу Добрый вечер Итоги недели Мы сегодня подведем Вместе с гостем Вместе с Татьяной Голубевой Итоги недели Подводят писатели Врачи Музыканты Предприниматели Спортсмены Кто-то будет Радоваться Кто-то завидовать События политической Социальной Мы все мечтаем Чтобы дороги у нас Как автобаны В Европе стали Культурной и спортивной Жизни столицы края Глазами тех, кто живет В этом городе Сам жду Как только Так сразу Гость студии В эту субботу Вячеслав Кайгородов Новости спорта Пришла очередь Сергея Шубенкова Остаться вне пьедестала Этапа бриллиантовой Лиги по легкой атлетике В Цюрихе Вчера ночью Наш бегун На 110 метров С барьерами Одну сотую Уступил Американцу Ричардсону 13-27 А победил Снова Оливер Продолжит Юрий Борлис Тоже без медали Чемпионата мира в Бразилии Остался вчера Наш дзюдоист Нифонтов Иван последовательно Одержав победы Над таджиком Рахимовым Португальцем Луизом Белильцем Батье В поединке За выход в финал Уступил грузинскому борцу За бронзу Нифонтов должен был Поспорить с еще одним Россиянином Иваном Воробьевым Но схватка не состоялась Из-за травмы Барнаульца Чемпионом мира В весовой категории До 81 килограмма Стал француз Луиз Пьетри По всей вероятности Нифонтов не будет Включен в состав команды На сегодняшние соревнования Сборных Стенка на стенку Летние товарищеские матчи Проводит в эти дни Команда мастеров Алтай Чтобы не сильно Подвергать опасности Не наладившиеся Еще толком Игровые связи Выбрали соперников Помладше Молодежь Красноярских Рысей 3-0 в первом периоде И даже разок В меньшинстве Наши отличились Еще три Закинули парням В середине матча Гости сменили Голкипера на Илью Кривича Проходившего Прошлый сезон В Барнауле И тут уже Алтайская тетива Стала натягиваться Потуже Хотя о каком Тут перенапряжении Может идти речь Когда словно Во дворе Соперник избран С учетом твоей игры На одной ноге Встреча настолько Походила На тренировочную Что наш оператор Сделал съемку Съемки И там В чужой камере Кого-то из болельщиков В эти секунды Тоже забивали Гол 5-0 Даже во время интервью С директором клуба Шайбы продолжали Залетать в воротах Красноярских Рысей Артюшин забрасывал Трижды Кофтун дважды Все штуки Гости ответили Одной штучкой Не дав провести Сухой матч Барнаульскому Голкиперу Зубцову За полторы минуты До сирены 8-1 В эти минуты Играют повторно Барон заслуживает Болельщик заслуживает Прежде всего Мы опять Самая пощаемая команда Вот по всей И по МХЛ И по РХЛ Вот это приятно Команда новая Как видите Процентов на 70 Мы благодарность Сказали ветеранам И просто-напросто Попрощались с ними И в общем-то Омолодили команду У нас с молодежной командой Четыре человека Мы взяли в команду С МХЛ Юрий Борлис Алексей Фризин Информационный канал Город Кстати В России Может появиться ЕГЭ по физкультуре Сегодня стало известно Что в Госдуме Готовят соответствующий Законопроект Его инициатор Депутат Василий Шестаков Написавший Вместе с Владимиром Путиным Книгу подзюдо Депутат уверен Что если полученный На экзамене бал Будет учитываться При поступлении в ВУЗ Это приведет К повышению Престижа физкультуры А что думают О физкультурной Обязаловке Барнаульце С этим вопросом Мы вышли на улицы города Мне пофигу Я сдал из ЕГЭ Года три назад Не знаю А почему бы и нет Положительно Я отношусь к физкультуре Это Жизнь Что к чему-то новому Стремление Надо спортом самому Заниматься Они же не так Чтобы заставляли По ЕГЭ сдавать экзамен Было бы здорово Потому что молодежь у нас Сегодня очень ослаблена Физкультурой заниматься Не хотят Это было бы хорошим стимулом Я считаю Что эта идея Не очень хорошая Вернее совсем не хорошая Я вообще против Отмета по физкультуре А уж ЕГЭ Тем более Только за Это Я считаю правильно Я вообще мастер спорта По художественной гимнастике В свое время закончила Нам это близко Поэтому Я думаю Что Ну на самом деле ЕГЭ Для молодежи Тем более необходима Чтобы физкультура Была всегда И чтобы физкультура Была на самом деле Полезна для детей А не просто Так что физкультура Это физкультура А еще российские чиновники Говорят Что незаслуженно забыты И требуют праздника Официальный день Госслужащего Может появиться в России С такой инициативой Выступил пензенский губернатор Василий Бочкарев Он уже направил Соответствующее предложение В Совет Федерации По словам Бочкарева Чиновники незаслуженно забыты Так как не имеют Собственного профессионального праздника Глава области Предлагает отмечать День госслужащего 24 января Именно в этот день В 1723 году Петр I Подтвердил закон О порядке государственной службы В Российской империи Эксперты разошлись Во мнениях по этому поводу Одни говорят Что этот праздник Никому не помешает Другие полагают Что у россиян И без того Мягко говоря Отрицательное отношение К представителям власти Чиновник Имя такое Скорее отрицательное Для простого обывателя И это будет вызывать Раздражение Еще больше негатив К тем людям Которые занимают Какие-то государственные Муниципальные должности Поэтому я считаю Что данный Законоправданный праздник Нецелесообразен Напоминаем Что мы ждем Ваших звонков На мобильный телефон Нашей редакции Если вам удалось Снять любопытное видео И это не обязательно Авария или пожар Звоните нам По телефону 693-403 На этот же номер Вы можете звонить В случае Если вам срочно Необходимо Вмешательство Корреспондента Чтобы решить Ваши проблемы Мы ждем Ваших звонков Напоминаем Мобильный телефон Нашей редакции 693-403 Погода в Барнауле В день города К сожалению Не порадует По прогнозам Синоптиков 31 августа Северо-западный Порывистый ветер Будет сопровождаться Дождем Температура Ночью Не поднимется Выше 10 Днем До 16 Тепла Так что Одевайтесь Потеплее завтра И не забудьте Что вечером В 19.30 Татьяна Голубева Вновь подведет Итоги уходящей недели Вместе с гостем На этот раз Героем города Прошлого года Вячеславом Кайгородовым До встречи